добрый вечер всем кто нам присоединился сегодня мы начнем наш разговор с события с описания события которая как бы осталась такой едва ли не главной травмой в истории еврейского народа которое было воспринято как тоже типическое после которого происходили некие повторения это событие разрушения иерусалима иерусалимского храма надо всего отметить что к тому времени по всей видимости так за несколько десятков лет до этого события окончательно утвердилась сложилось представление о том что иерусалим это город избранный богом и поэтому не может пасть мы можем отследить в библейских текстах постепенное развитие этой концепции в отличие от северного царства где столицы менялись династии менялись и поэтому не было такого фиксированного божественного центра людей с самого начала такой центр был и с ним связывалась некая идея теологическая идея соединение династии давида города которым это династия правит бога который пока разрушение иерусалима было воспринято как поношение святыни у нас есть несколько описаний разрушения храма мы к ним сейчас обратимся но перед тем как мы обратимся к этим описанием которые носят довольно сухой и хранистский характер у нас есть описание разрушение иерусалима исключительно эмоциональное которое мы читаем ежегодно девятого ава день который мы постимся и в память о разрушенном первом разрушена втором храме с этим днем связывают еще разные трагические события в истории еврейского народа так вот поэтическом тексте и и х выражена двойственное эмоциональное отношение к к этому страшному событию с одной стороны очевидно что книга и ха книга плачи на преследует или придерживается некой теологической концепции адженды которая носит апологетический характер то есть ее цель оправдать это событие которое в общем не укладывается в голове как могло такое произойти и понятно что для того чтобы оправдать это событие невозможно прибегнуть ни к чему иному как концепции воздаяния потому что в противном случае получается что бог израиля не смог защитить свой город но концепция воздаяния в данном в этот момент приходит на помощь и позволяет объяснить и сказать что город пал из-за того что народ израиля согрешил и падение города явилось наказанием за этот день но параллельно параллельно появляется как бы такой вот мы слышим некий вопль который издает поэт написавший книгу и ха мы не знаем кто это был хотя традиция приписывает книгу и ха пророку и ремень но в общем как бы с точки зрения чисто литературный у такого авторства мало оснований но так или иначе иногда у автора прорывается как бы такая боль особенно эта боль явно во второй главе книги и ха где он говорит о том что бог в своем гневе бросил с небес на землю великолепие израиль да то есть хотя танахи нет идеи о небесном храме а вот как бы той той идеи которая появляется в более поздней апокалиптической мистической литературе к отца эпохи второго храма в эпоху мудрецов что есть как бы вот некое полное соответствие небесного храма земному храму в танахи как правило есть идея о том что земной храм он либо является действительно жилищем бога либо более таких сублимированных и текстах которые стремятся как бы отдалиться от какой-то антропоморфизма и такой вот явной имманентности божества как бы утверждается там на мистической литературе что имя бога обитает в храме а сам то он на небесах сам он на небесах при этом не говорится что это небесный храм хотя хотя и есть мистические описания которые действительно являются ну своего рода основой для будущих представления небесном храме действительно бог это некая метафора да бог как бы восседает небесном дворце вот но так или иначе это не что-то общепризнанное библейскими текстами а здесь любопытно том тексте который я процитировал сейчас фактически поэт утверждает что разрушение земного храма равносильно тому как если бы бог сбросил бы этот храм с небес на землю на вот он сбросил с неба на землю великолепие израиля он не вспомнил подножья ног своих да то есть храм земной храм здесь воспринимается как подножья ног бога и дальше в этой главе появляются даже еще более резкие выражения по отношению к богу на такие совершенно граничащие с дерзостью ты натянул тетиву лука своего как враг а ты как бы ты вел себя подобно врагу ты осквернил свое святилище а тут написано не эр мигдашо не эр мигдашо слово ленаэр это сильное слово которое синонимично слову ли халель ты осквернил свое святилище то есть мы видим что не знаем точно когда была написана книга их а но понятно что она как бы носит литургический характер уже с древних времен то есть очевидно что этот текст прочитывался в память о разрушении храма но предполагают исследователи что авторы этой книги от описываемых упоминаемых дней событий отделяли может быть несколько десятков лет может быть эта книга была написана в плену создана в плену мы не знаем точно но она как бы несет себе вот такой отпечаток очень живой памяти потому что произошло так же точно как сто тридцать седьмой псалом аль народ бавэль шам яшавну гамбахину без охрене циона в реках виолонских мы сидели и плакали вспоминая сион этот псалом тоже опять-таки конечно литургический текст видимо тоже был создан в общем по следам событий так что эмоциональные сообщения о том что происходило у нас есть у нас есть они конечно как бы не носят как правило такой вот исторический описательный характер если они являются историческим документом то как раз вот как бы некоторые фиксации чувств с другой стороны у нас есть тексты которые фиксируют сами события а вот сейчас я открою перед вами файл который я приготовил и мы посмотрим на эти тексты чуть более внимательно значит этих текстов есть несколько у нас помимо того что у нас есть сообщение в вавилонских хрониках о разрушении иерусалима и о взятии трофея и у нас есть еще один вид текстов которые упомяну немного ниже которые были найдены археологами вот у нас есть три разных описания разрушения разрушения храма она что одно описание находится в последней главе книги царей которая просто последовательнейшим образом описывает что происходило в пятый месяц седьмой день месяца пятый месяц это как вы понимаете есть месяц а тогда в допленные времена не пользовались названиями этих месяцев и даже в плену они не сразу были усвоены то есть тот факт что текст который перед нами не пользуется названиями персидских и аккадских месяцев указывает на то что он как бы формировался в эпоху до возвращения из вавилонского плена потому что тогда вернулись из вавилона персидского плена в конце уже шестого века до новой эры тогда уже пользовались названиями этих месяцев так вот говорится о том что девятнадцатый год на ухода носора это пятьсот восемьдесят шестой год он приходит его полководец его как бы мы сказали сегодня раматкаль а ну зарадан он здесь называется равдабахим это так же точно как равшаке сарауфим сарамашким такие названия которые знакомы нам из разных текстов министр виночерпий пекарь главный пекарь главный на черпе и так далее эти все как бы символические названия символические должности которые фактически просто ну как бы обозначают степень близости к царю степень близости к царю тут как бы надо иметь ввиду что в древнем мире все что связано было с трапезами имело колоссальное значение потому что царь как бы он тот кто приносит своей стране не только справедливость но еще и благополучие благополучие это определяется с возможностью хорошо и вкусно есть и пить сидеть под своей смоковницей под своей виноградной лозой и блаженствовать и поэтому есть огромное количество всяких фресок и изображений дошедших до нас из древнего востока которые вот именно так изображают царя царя особенно царя победителя вот и он пирует ну и к нему значит его министры вместе с ним или рядом с ним находятся они как бы занимают почетные должности вот но на самом деле да невольно приходит ассоциация с тем как называют сегодня извините за это за эту аналогию как сегодня называют пригожина поваром путина вот но здесь как бы нет нечто иное да значит вот этот повар он повар мясник да ведь бог это зарезать мясо на самом деле вот он в данном случае является главой армии вот он приходит сжигает храм сжигает царские дома царский борец дома в Иерусалиме да и надо сказать что археологические раскопки вокруг города давида стены иерусалимской показывают в значительной степени оправданность этого описания то есть как бы то что мы находим то что археологи находят соответствующих слоях они показывают в общем тотальное разрушение сожжение как раз вот того времени значит разрушают стену Иерусалима и значит народ находящийся в городе а также те которые уже сдались значит их всех угоняют из иудеи значит оставляет как тут сказано только бедноту да ладха арец который как-то обрабатывает землю чтобы она просто не превратилась в выжженную пустыню дальше здесь подробно перечисляется те как бы те предметы которые в качестве трофея были взяты из храма да это тоже такой очень известный древневосточный петеран исторический литературный значит когда захватывается некая столица город в котором есть святилище то победитель захватывает сосуды и уносит значит все это является знаком поношения утверждением того что бог покровитель этого города этой страны этого народа не смог свой народ защитить он даже не может защитить собственные как бы предметы собственного культа разумеется опять же все это в танахе в том числе в самой книге царей алхим было истолковано как совершенно намеренное действие бога действие по наказанию народа значит храм он пал потому что народ не был достоин того чтобы этот храм оставался значит это очень подробное описание а также подробное описание того как захватывают в плен приближенных к царю людей называются они здесь по имени вот и их этих людей значит приводят к Навхудоносору в Ривлу да мы с этой Ривлой уже в прошлый раз встречались Ривла находится на территории находилась на территории современной Сирии перед хамат да и он их там убивает их казнят перед царем Вавилоном Мершляйт возможно он там сидит и пирует опять же нам опять таки известны изображения древневосточные где царь победитель пирует а как бы напротив него находятся пленники которым там которых прямо на его глазах убивают да и итог всему этому иуда как говорится здесь был иуда была изгнана здесь в мужском роде да иуда как вообще название народа да был изгнан иудейский народ со своей земли хотя опять же какая-то часть народа осталась здесь мы поставим точку в этом описании потому что начинается начинается рассказ о гидалии сыне ахикама об этом мы поговорим чуть ниже а мы перейдем к другому описанию которое находится в 52 главе книги Ирмияу а мы уже не раз упоминали Ирмияу и сегодня тоже о нем будем говорить как некой доминантной центральной фигурой этой эпохи и книга Ирмияу построена композиционно довольно сложно и видимо как предполагается она создавалась послойно потому что есть очень большое большая разница между масорецким текстом книги Ирмияу и текстом не то чтобы есть полный консенсус но достаточно серьезные исследователи полагают что более краткий и сконцентрированный сфокусированный текст Ирмияу отражает более оригинальную сконную версию на нее много чего наросло вот эта 52 глава это последняя глава книги Ирмияу о ней я буду говорить отдельно потом не сегодня в связи с присутствием или точнее отсутствием Ирмияу книги царей вот но эта глава с одной стороны является своего рода повторением того что мы сейчас прочли но не совсем не совсем повторением потому что тут рассказывается есть некие детали которых нет книги царей не столько касающихся самого описания разрушения храма здесь это в целом очень напоминает а сколько это упоминание дополнительных изгнаний вот это интересно начиная с 28 стиха все что до 28 стиха более или менее совпадает с написанным книгам царей а тут неожиданно появляется такая формулировка мы помним что изгнание разрушение Иерусалима и изгнание происходит девятнадцатый год девятнадцатый год правления на уходоносы что же это за седьмой год что это за изгнание седьмого года значит есть те кто полагают что изгнание седьмого года это изгнание Иояхина правда книги царей говорится что Иояхин был изгнан в восьмой год правления на уходоносов да это действительно вроде бы диктуется здравым смыслом если как мы полагаем изгнание Иояхина произошло в пятьсот девяносто седьмом году а разрушение Иерусалима в пятьсот восемьдесят шестом году между ними одиннадцать лет разницы значит разрушение Иерусалима в девятнадцатый год на уходоносы тогда получается что изгнание Иояхина это восьмой год на уходоносы однако однако значит на это те кто придерживается такой точки зрения дают следующий ответ они говорят все зависит от того как считать да что считать первым годом правления на уходоносы начинается ли этот год с момента его воцарения или или же с новолетия после его воцарения и это может привести к разнице значит вот в этих годах восьмой или седьмой есть впрочем другая точка зрения она не подтверждена текстологическими свидетельствами но есть да и надо при этом иметь в виду что в книге цари говорится что с Иояхином ушло около десяти тысяч человек а здесь называется другая цифра три тысячи двадцать три с такой невероятной точностью вот с одной стороны эта точность придает аутентичность а с другой стороны уж больно подозрительно прям до единицы считали а с другой стороны десять тысяч которые упоминаются в книге царей это число явно типологическое но во всяком случае здесь есть противоречия и поэтому некоторые исследователи предлагают другую версию а именно что здесь произошло искажение текста и вместо того чтобы читать бешнат шева пропало эсре а бешнат шевайс тогда получается что это за два за полтора года до основного изгнания и поскольку тут мало человек да три тысячи с лишним то можно предположить что исходя из этой версии что изгнаны были люди которые жили вокруг Иерусалима их и они были уведены в плен дальше он говорит следующее бешнат шмоне на царме Рушалайм нефеш шмоне мы отшли шимушнайм значит это тоже несколько странно то что здесь упоминается значит опять же мы помним что изгнание произошло в девятнадцатый год и значит очевидно что тогда были изгнаны все таки не восемьсот два человека не восемьсот тридцать два человека а изгнано было значительно больше конечно все население иудеи но все таки как бы исходя из всех описаний из того что мы знаем было изгнано значительно по крайней мере исчисляющиеся несколькими десятками тысяч человек масса народа что же это было за изгнание восемнадцатый год предваряющие мы не знаем да вот это появляется сообщение об этом только здесь только в этом месте в пятьдесят второй главе книги Ирмияу значит опять же исследователи комментаторы пожимают плечами и говорят что ну может быть из этого описания надо понять так что изгнание было многоступенчатым если принять версию что первое что оно началось семнадцатый год да предыдущий стих говорит в семнадцатом годе то тогда в восемнадцатый год во время осады кто-то может быть были изгнаны те люди которые перешли к Вавилониным и они были уведены возможно мы этого не знаем но что интересно что здесь упоминается еще одно изгнание которому тоже нет никакого аналога нигде кроме этого места этим заканчивается глава вишнат шалошвы из римли на ухудна царь игланову зарадан рам табахим иудим нефешвамеот арбаим вехамища да значит были изгнаны еще семьсот сорок пять человек значит семьсот сорок пять человек что это было за изгнание нам непонятно значит получается что это изгнание изгнание пятьсот восемьдесят второго года до новой эры ничего нам об этом не известно что на уходоносор снова приходил в этот год в иудеи зачем главное зачем еще изгонять через пять через четыре года странно вот правда это иосиф флавий в иудейских древностях сообщает о том что в десятой книге что как раз в этом году на уходоносор направил свои войска в наш регион воевал там с мавитянами аманитянами и даже дошел до египта о чем у нас нет никаких подтверждений тому что на уходоносор оказался в египте интересно что после не то чтобы по следам флавия но в руинистической литературе тоже есть утверждение что на уходоносор оказался в египте такое есть произведение видимо написанное в мишноискую эпоху называется сэдору ламрамба где сущности говоря строится вся хронология еврейской истории любопытная хронология сильно отличающаяся от общепризнан вот ну вот там тоже рассказывается что на уходоносор захватил египет у нас нет подтверждения этого во всяком случае флавий связывает вот эту вот это изгнание дополнительное вот с этим походом на уходоносором мы об этом ничего на самом деле не знаем то есть вот эти стихи они в общем остаются ну на уровне некой загадки да значит и при этом общее число изгнанных исчисляется четыре тысячи шестьсот значит складывается вместе эти упомянутые изгнания и почему-то не берется в расчет изгнание основное девятнадцатого года значит вот это как бы весьма стран весьма стран весьма странная линия этого этого текста значит тут Натан спрашивает о ком-то из Нью-Джерси который тоже хотел бы присоединиться к уроку вот значит она присоединилась она присоединилась ну замечательно спасибо мы вас приветствуем спасибо вот значит и третье описание третье описание которое следует в этой связи упомянуть это описание гораздо более позднее описание книги дебрея мим значит описание книги дебрея мим описание книги дебрея мим которая создается на несколько столетий пош вот те описания которые видимо были составлены в плену по значит через по крайней мере через несколько десятилетий через три четыре десятилетия после того как эти события произошли а книги дебрея мим это четвертый первая половина четвертого века до нового эра по всему как мы уже неоднократно отмечали вот то есть это прошло прошло практически два столетия и вот что говорит нам автор книги дебрея мим что он собственно добавляет его вообще не интересует технические подробности для него это совершенно не главное а что для него действительно является существенным и важным а вот что после того что он рассказывает о плохом поведении царя циккияу который не слушался пророка ирмияу то о чем книги царей не говорится вообще книги царей не сообщается о том что циккияу не слушался ирмияу потому как ирмияу в книге царей почему то не упомянут почему будем об этом говорить впоследствии а дальше говорится о восстании восстание это Как я уже имел возможность вам докладывать в прошлый раз, оно как бы здесь интерпретировано на основе соединения двух пророческих линий, линии Ирмияу и линии Хискеля. Ирмияу линия, это вот когда он говорит, что царь не слушался пророка Ирмияу, что, собственно говоря, хотел Ирмияу, чтобы сдались Павелонинам. А с другой стороны, он говорит, что он восстал против Нулхудоносора, который заклял его богом. Это то, в чем обвиняет Ихискель, что он клятвопреступник. Но это как бы повод. Главная причина разрушения храма, согласно книге Деверойми, следующая. Во-первых, не только сам Циткияу, но все руководство и весь народ предали Бога и осквернили храм Господень, который был святым Иерусалимом, который Бога святил Иерусалимом. Они туда вносили мерзости народов, обвиняют их в язычестве, с намеком, видимо, на то, что происходило во времена правления Ахаза, во времена правления Менаше. А дальше он говорит такую вещь. И посылал Господь Бога Цофеев к ним своих посланцев, Мал-Ахаву, постоянно. Ибо ему жалко было своего народу и свое жилище. Он хотел предотвратить катастрофу. То есть народ сделал все, чтобы эта катастрофа произошла. Сквернили храм. Царь оказался клятвопреступником. Не слушался пророка Иермияу. Но все же, несмотря на все это, еще оставалась какая-то надежда, потому что Бог жалел. Любопытно, что здесь используется тот самый глагол хамаль, жалеть, который является в книге Иха в ровно противоположном значении. То есть в противоположном контексте книги Иха, как раз говорится, лёхамальта. Ты не пожалел, а ты не пожалел свое святилище. Разгневался и не пожалел. А здесь он как бы именно жалел до последнего в книге Иеремии. Но ничего не помогло. Почему? Потому что они оскорбляли. Используется редкое слово, мал-ивим. Видимо, это метатеза от слова ма-аливим. С изменением порядка консонантов. Посланцев божих. Малахейха илухим. И пренебрегали их словами. И относились... Относились... Как бы это правильнее перевести? Умытат имбенавиав. Вероломно. Вероломно относились к его пророкам. Пока не возгорелся гнев Господень на свой народ, так что уже невозможно было его остановить, исцелить от этого гнева. А для иммарпе. Да, то есть получается, что согласно книге Иеремии, главная и ультимативная, окончательная причина разрушения Иерусалима и храма состояла в том, что народ пренебрегал своими пророками, что народ не просто их не слушал, а их обижал и вероломно себя по отношению к ним вел. Здесь не говорится, что убивал, хотя автор книги Иеремии рассказывает нам историю о том, как убивали пророков. Мы это обсуждали во времена царя Йоаша, пророк, которого звали сын священника Йояды по имени Захария, который пророчествовал. Вообще книга Иеремии отличается от книги Малахим тем, в частности, что роль пророков получают не, собственно, обязательно пророки, как бы сказать, профессиональные пророки, а разные люди. Пророчествовать могут цари, пророчествовать могут коэны, могут левиты. И вот такой коэн пророчествовал и был убит по приказу царя Йоаша. То есть убивали тоже. Надо отметить, что, хотя вот в этой конечной формуле это не упомянуто, но у нас есть текст предшествующий книге Деврея Мим, может быть, на полстолетия. Это книга Нехемии. И в этой книге Нехемии, 9 главе, 26 стихе, народ обвиняется именно в том, что он убивал своих пророков, которых Бог посылал к нему с тем, чтобы возвратить их на путь истинный. Там говорится буквально следующее. И они не слушались и восставали против тебя и отбросили закон твой от себя, а пророков, которые их предостерегали, убивали и совершали всякие мерзости. Впоследствии, как мы увидим, этот мотив убийства, пренебрежения, преследования пророков станет таким очень важным мотивом как в еврейской, так и в ранней христианской теологии. На всяком случае, я еще раз фиксирую саму эту идею, что, согласно книге Деврея Мим, храм был разрушен именно из-за этого. Если бы не это, его еще можно было спасти. Идея, которая никак не заявлена в книге царей, поскольку в книге царей очень четко сказано, за грехи Минаше произнесен приговор, и этот приговор невозможно отменить. Пророки здесь ни при чем. Что касается дальнейшего описания, то оно, в отличие от описания книги царей, очень краткое, и оно такое, скорее, опять же, полупоэтическое, очень напоминающее стиль той же книги Иха, которую, очевидно, автор книги Хроник знает. Он не рассказывает о том, как убивали приближенных царя, как их вели на суд на Ухудоносору, а он говорит о том, что убивали юношей ничем, прямо в храме, и не пожалел Господь ни юношей, ни девушек, ни старцев. Все отдал в руки Новухудоносора, и подобного рода описания встречаются, повторяю, в книге Иха, в книге «Плача». Вот говорит он очень кратко, буквально в одном стихе, суммирует то, что книги царей на большом пространстве стихов, что сожгли дом Божий, стену Иерусалима разрушили, дворцы сожгли огнем, и он тут не говорит о трофее унесенном, а говорит о том, что все сокровища были испорчены, уничтожены и были изгнаны в Вавилон. Здесь поставим точку. Перед тем, как я дам вам возможность задавать вопросы, я хотел бы указать на еще один источник, очень попытный, который до нас дошел, который фиксирует состояние дел, ну, наверное, там буквально за какие-то считанные месяцы, если не недели до разрушения Иерусалима. Это так называемые лохишские острока или черепки, которые были найдены в 30-е годы археологами в районе Лохиша. Лохиш, напомню вам, второй по значению город Иудеи в последние столетия ее существования. И там очень много интересной информации в этих черепках. Вот в том числе есть различные имена, которые очень напоминают имена, тех, которые упомянуты в книге царей. Вот. И даже в одном из этих черепков упомянут некий пророк без имени. Значит, что это за пророк, мы, в общем, не знаем. Значит, он принес вроде бы какую-то книгу. Ну, в общем, контекст там очень неясный. А кроме того, там есть такое описание, есть такое описание, которое, ну, как бы вот, возможно, значит, там в письме сказано, что в последний этот период знали о том, что вообще происходит при помощи системы сигнальных огней. И вот зажигаются эти сигнальные огни. Говорится здесь, что мы храним сигнальный огонь Лохиша, но при этом мы не видим город, находящийся рядом с Лохишем, город Азыка. Значит, не очень ясно, что это значит, что мы не видим, но по некоторым комментариям это может обозначать, что город Азыка пал. Там уже нет этого сигнального огня. То есть вот у нас есть такое собрание этих текстов, они в форме переписки командующего, который находится в Лохиши, и какого-то его подчиненного, который не очень ясно, где располагается. Вот. И вот они, эти тексты, действительно фиксируют в последний период существования иудейского царства. Вот. Я здесь поставлю некую точку, значит, перед тем, как двигаться дальше. И если у вас есть вопросы, то по поводу того, о чем мы сейчас говорили, то можно их сейчас задать. Дамы и господа, то бишь народ, пожалуйста, можно включить микрофоны и задать вопрос. Если вопросов нет, то мы будем продвигаться дальше. Да. Окей. Поведим, народ обдумывает. Пусть обдумывает. Так, мы переходим к следующему моменту. Я не знаю, сколько мы сегодня успеем, но всегда планы более широкие, чем возможности. Значит, я возвращаюсь к фигуре пророка Ирмияу. И в связи с пророком Ирмияу мы сталкиваемся с очень любопытным описанием. Значит, когда рассказывается Ирмияу о том, что город пал и был захвачен Вавилонином еще до разрушения. Циткияу, царь Циткияу бежал и был пойман. И вот нам рассказывается о том, что пророк Ирмияу был освобожден из-под стражи. Он находился под стражей все, весь, практически последний период осады. Мы в прошлый раз обсуждали. И он был освобожден из-под стражи по личному приказанию Новохудоноса. А вот этот стих одиннадцатый. И приказал Новохудоноса царь Вавилона по поводу Ирмияу сказал Новозарадану своему полководцу возьми и значит обрати как бы береги его буквально останови на нем свои глаза не делай ему ничего дурного а все что он тебе скажет все это делай с ним. И это требование исполняется при этом как бы я не хочу сейчас вникать в филологические трудности тут есть тут смешаны две разных версии на самом деле этой истории освобождения Ирмияу но по крайней мере значит расширенная версия состоит в том что Новозарадан освобождает Ирмияу уже в тот момент когда он находится в колонне изгнанников закованной в кандалы цепи по дороге вывел он и он его выводит при этом произносит теологическую краткую речь и говорит так Господь Бог твой сказал как бы навел беду на это место и он исполнил то что он говорил ибо вы согрешили Господу и не слушались его голоса и поэтому вас постигло теперь же я тебя освобождаю от кандалов и если ты хочешь ты можешь идти с нами в Вавилон и я буду заботиться о тебе в Вавилоне с тобой ничего дурного не случится а если хочешь можешь оставаться здесь куда и если ты остаешься здесь то тогда тебе следует идти к человеку которого зовут Гедалия сына Хикама человеку о котором о котором речь будет идти впереди значит и этот и Ирмияу он назначен этот человек наместником царя Вавилонского в городах людей Ирмияу может оставаться с ним если он хочет что и избирает пророк Ирмияу и Навузарадан дает ему дары и отпускает его Ирмияу уже отправляется Гедалия сына Хикама город называемый Митспа и остается там среди народа Значит теперь мы как бы рассмотрим этот рассмотрим этот эпизод под двумя разными углами зрения Значит один угол зрения разумеется теологический значит в чем он собственно состоит он создает некий контраст и говорит как будто бы автор нам следующий смотрите до чего дошло ужасное положение дел иудеи царь иудеи потомок Давида циткияу не понимал не хотел не мог оценить правильно ситуации и не слушался слова пророка мало того что он не слушался слова пророка но он пытался заставить его замолчать заткнуть ему рот он его посадил в тюрьму ему грозила гибель а вот инородец царь инородец который является орудием в руках бога орудием наказания он во первых понимает суть происходящего в его уста автор вкладывает объяснение краткое объяснение того что произошло вы согрешили перед господом и поэтому у вас постигло это несчастье трудно предположить что реальный наузародан говорил именно такие слова это слова автора дифтеронамиста которые он вкладывает в уста своего персонажа но делает он это не случайно то есть он очевидно хочет сказать создать вот такой вот максимальный контраст мир перевернут все должно было быть наоборот царь иудей должен был понимать замысел бога должен был исполнять его слушаться его голоса в первую очередь слушаться его пророка а на деле вышло так что как раз иноземный царь который захватывает иудею по решению самого бога он это понимает и более того именно он а никто другой относится к пророку с надлежащим почтением и пиететом освобождает его из заключения дает ему полную свободу действий и более того подносит ему дары значит как бы очевидно что нам как бы таким образом а это что называется такая своего рода кабалат-дин теодицея это как бы если дело дошло до такого то да действительно это наказание было справедливым потому что мир ну как бы все перевернулось все находится в некотором искаженном неправильном в искаженной неправильной проекции должно было быть наоборот а вот так это как бы один угол зрения под которым можно рассмотреть происходящее вот теологически и так по всей видимости автор книги Еремияу это и воспринимал а с другой стороны можно задаться вопросом который мы задавались уже и в прошлый раз вопросом таким несколько провокационным на который у нас нет однозначного ответа но с точки зрения предположим что в том что здесь описано есть некая реально историческое зерно хотя у нас нет никаких доказательств того что вавилонские власти заботились о пророке Еремияу освобождали его но предположим что здесь есть некое историческое зерно если это так о чем это может свидетельствовать если оставить в стороне теологию тогда это может свидетельствовать о том что в глазах вавилонин фигура пророка Еремияу воспринималась как сотрудничающая с оккупационными властями на то что на иврите называется масштаб мишатэв паула значит пророк Еремияу отдается под стражу своими руководителями своего народа обвиняется ими напомню вам в государственной измене в том что он пытался перебежать на сторону в том что он ослабляет моральный дух защитников города а освобождается из заключения как раз таки вавилонин более того куда он фактически отправляется он отправляется в место которое называется митспа мы будем говорить об этом в дальнейшем и там наместником является человек по имени Гидалия сына Хикама тоже человек о котором мы специально поговорим но факт состоит в том что этот человек согласился сотрудничать с оккупационными властями он согласился быть наместником после разрушения Иерусалима впоследствии мы увидим не знаю в следующий раз или через один что все это создает некий типологический мотив мы увидим перерабатываться мы увидим это у Иосифа Флавия мы увидим это в провинистической литературе в рассказе о Рабане Йоханане Бен Закай но так или иначе как бы вот этот первоисточник он вызывает если рассматривать это под таким углом зрения нехорошие подозрения нехорошие подозрения повторяю у нас нет никаких доказательств того что это описание опирается на какой бы то ни было исторический факт нет таких доказательств более того нам известно правда не по древневосточной а как раз по античной литературе мотив того что мудрец в осажденном городе освобождается как раз теми кто этот город осаждает такие тексты до нас дошли в частности плутарх такие тексты пересказывает вот то есть возможно это как бы тоже часть некоторого литературного мелье некоторая общая мотивная база но опять же вот я представил вам два разных угла зрения теологически абсолютно оправдывающие происходящее и такой подрывной рода деконструктивной который заставляет задуматься о роли пророка Ирмияу во всей этой истории роли которая будет дальше тоже озвучиваться тоже озвучиваться это не просто наши какие-то беспочвенные подозрения а это будет озвучиваться в следующих главах когда будет рассказываться об убийстве Гидалии сына Ахикам мы это увидим я вижу что пока что пришло некоторое сообщение по чату Ирмияу просто реалист он всегда исходил из простого допущения что Иерусалим не только не может но и не должен уставать и все его пробоведи все его шаги навстречу в Илону это поиск наименьшего зла damage control окей окей некоторые скажут что это не очень хороший реализм но хорошо спасибо за эту реплику может кто-нибудь хочет и еще отреагировать не только письменно но и устно и на эту реплику и на то что я сейчас сказал если желание я хочу обратить ваше внимание на одну вещь она существенная здесь Ирмияу единственный единственный из пророков Израиля который оказывается в такой вот сомнительной позиции то что пророки Израиля обличают свой народ грозят несчастьями и разрушениями это нам известно это не что-то из ряда вон уходящих это как бы некоторое постоянное описание но то что пророк однозначно высказывается во время войны за капитуляцию за сдачу города и то что он освобождается оккупационными властями а вслед затем примыкает к наместнику этими оккупационными властями посаженному это некий прецедент не имеющий аналога в остальных рассказах о пророках пророческих текстах библейских этого нет это как бы делает фигуру Ирмияу чрезвычайно кортоверсальной а с одной стороны он не просто реалист он человек который доводит до некоторой точки экстремума докоральности идею о том что ничего не может спасти согрешивший народ и если этот народ думает что храм служение богу в храме может и как-то спасти а это озвучивается в книге это беспочвенные надежды и как бы Ирмияу говорит это на пике идеи о том что Иерусалим является неприкосновенным городом идея с которой я начал сегодняшний наш разговор Ирмияу опровергает эту идею с постоянством значит как бы его поэтому обвиняют в том что он ведет подрывную деятельность против храма и государства впоследствии этот мотив будет использован я постепенно намекаю на то что мы по поводу пророка Ирмияу поговорим в какой-то момент о его более поздней типологии этот мотив будет использован авторами евангелистами именно так они будут описывать Иисуса и именно в одном по крайней мере из текстов ангельских будет озвучено что народ думает что Иисус это второй Ирмияу вот это в общем как бы делает фигуру Ирмияу ну некоторые совершенно беспрецедент беспрецедентным явлением в библейской литературе так есть ли у вас желание что-то на эту тему сказать как-то высказать да если можно я задал задал бы вопрос да пожалуйста Вадим у меня вопрос состоит в том что у меня как-то глубоко засела в память мысль о том что завет союз заключал Господь с народом и он обещал быть верным народу во все времена как бы здесь мы видим о том что клятва нарушена и есть какое-то условие этой верности да получается как бы верность народа в соблюдении правил законов и уважение пророков получается мне не совсем понятно какой вывод должны были вывести израильтяне евреи да из этого события которое произошло разрушение храма изгнание жителей Вавилон вывод который был сделан спасибо за ваш вопрос Вадим вывод который был сделан это ровно то что вы сами сказали сейчас что завет заключенный с Богом имеет обусловленный характер он не безусловный он обусловливается поведением народа это с одной стороны с другой стороны чем дальше тем больше нарастает что называется такая уравновешивающая волна уравновешивающая линия которая говорит что да действительно завет обусловлен а это обусловленное завета совершенно не всегда следует из текстов более ранних которые в этом завете говорят но как бы вот разрушение Иерусалима повлекло усиление идеи обусловленности завета а с другой стороны есть вот такая уравновешивающая некоторая говорит что даже если завет нарушен и Бог наказывает свой народ тем не менее это наказание не будет носить вечный характер ибо народ так предполагается что это неизбежно произойдет получив наказание раскается и будет поэтому помилован и завет будет возобновлен теперь любопытно уже коли вы задаете этот вопрос Владимир отметить что идея такого рода предшествовала на несколько столетий разрушению Иерусалима то есть эта идея фактически впервые озвучена в пророчествах пророка Ошеа который был северным пророком в северном царстве пророчествовал за несколько десятилетий до гибели Самарии и говорил не об Иудее не об Иерусалиме говорил о Самарии и вот он был первым кто сравнил или как бы такой аллегорической форме изобразил отношение завета между Богом и Израилем как отношение между мужем и женой почему это важно потому что с одной стороны эти отношения мужа и жены носят абсолютно такой эксклюзивный и обязывающий характер и если жена совершает супружескую измену именно так понимается грех Израиля по отношению к Богу то наказанием жены является ее изгнание развод муж прогоняет но при этом при этом в уши говорит что это временно потому что находясь в этом изгнании жена раскается и скажет я хочу вернуться к своему мужу и он вернет ее и между ними наступит как бы ну вот новый новый виток начнется новый виток их отношений и их счастье это как бы необходимые момент развития этих отношений а почему потому что он ее любит почему он ее возвращает он же ее прогнал изгнал почему он готов ее простить потому что он ее любит а любовь такое дело даже если ты сердишься сердишься очень но в какой-то момент остываешь и готов простить Ирмия уйдет этим же путем надо сказать он продолжает метафору тоже ей вовсю пользуется и говорит о заключении помимо прочего говорит о заключении нового союза бритхадаша между Богом и Израилем который уже будет навечно он будет записан в сердцах народа вот так это как бы вот такая выстраивается линия в ответ на ваши вопросы я бы хотел вот самолично еще такую вещь сказать да пожалуйста не знаю как-то мне это прозвучало очень странно я хотел бы понять как бы вот уважаемый лектор и тоже остальным слушателям они это слышат так как я слышал вот то что говорит нам богу на царе если он не говорит как бы с издевкой звучит дико странно он как бы повторяет слова пророка вообще вместо чтобы сказать что я самый сильный я самый крутой я всех победил понимаешь он буквально повторяет что это вообще я просто инструмент я просто клибы были наказаны да это говорит наузародан да 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 это звучит странно нет совершенно правда это звучит странно если мы требуем от текста фактологической достоверности если мы говорим что текст должен следовать как бы ну некоторым конвенциям литератур историческим тогда да тогда странно но если мы исходим из того что это был тот первый угол зрения который я озвучил исходим из того что как бы то что здесь изображается и описывается служит средством для выражения некоторых концепций в данном случае концепции оправдания происходящего у нас это не должно удивлять да действительно наузародан произносит слова которые произносит обычно пророк да вы согрешили вы не слушали голоса Господа поэтому нас постигло это наказание правильно получается я еще раз подчеркиваю что вот это абсурд ситуации которую намеренно изображает нам здесь автор это то что мы может быть бы ожидали от вождей иудеи что они слыша многократно голос пророка могли бы как бы понять что их наказывают и что нужно необходимо как можно скорее раскаяться послушать голоса и тогда это может быть спасутся но нет это говорит инородец казалось бы вообще язычник но неожиданно этот язычник начинает упоминать бога Израиля говорить что вы согрешили по отношению к богу Израиля но конечно фактически это абсолютно недостоверно это носит такой явно апологетический характер это подчинено концепции нашего автора но при этом интересно что скажем вот ну как бы это сказать автор это апологетики он по-видимому предполагает что сила дополнительной аргументации того тезиса или того в той главной мысли о том что наказание пришло за грехи и так дальше даже в устах язычника это придает дополнительный вес понимаешь да грубо говоря то что говорят народы мира вот народы мира тебе говорят более того которые тебе делают ужасные вещи правильно и как бы вследствие этого ты должен понять смотри даже они это понимают да 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 даже они это понимают не хочешь понять есть это послание судя по всему окей еще вопросы замечания значит рассказ о гидарии сыне ахикама мы отложим уже на следующее занятие будем двигаться не торопясь вопросы замечания по поводу того что мы обсуждали сегодня народ последнее возможно задать вопросы ну хорошо я всех благодарю за внимание и до встречи через неделю будем говорить о гидарии сыне ахикама все очень актуально спасибо всегда актуально то я надеюсь что речь идет про правительство избранное но окей скажем так все актуально вы обвиняете во всех грехах окей всем счастливо до свидания и на пока спасибо спасибо пока пока